Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 3 апреля. Я только что показывала вам рассаду томатов, которые я выращиваю на продажу для тоннелей и в теплице, которую буду выращивать. Так как я обещала еще и перец показать, вот показываю вам перец, который тоже выращивается на продажу. Вот он тоже так же, как томаты, сею я загущена. Вот у него уже сейчас 2 листа, третий лист. И парадокс в том, что вот этот перец у меня взошел, который предназначен для продажи, это мои семена, венти, он взошел намного лучше, дружнее и растет без всяких капризов. Как вы видите, тоже так же, как томаты, вот сплошным таким кашкой-малашкой. А свой перец я обещала показать, но сегодня его здесь нет, он остался дома, потому что я уже рассказывала вам, что на ночь оставляла здесь томаты, а перец уносила, огурцы уносила. И вот все не успела сегодня вынести, потому что занималась посевом семян томатов в теплице. У меня кассеты остались, их вытаскивать неудобно. Я их потом вам покажу на днях. Но хочу показать вам тот лоток, из которого я в кассеты пикировала и который остался. Вот я тут некоторые сорта забрала, какие-то остались. Он у меня вот так выглядит, но я уже предполагаю, что, наверное, этот, скорее всего, его догонит и обгонит. Вот это вот я жаловалась вам, что магазинные семена у меня и взошли не все, и долго всходили. Ну тут такие посевы были, половина взошло, половина не взошло. Но зато вот этот взошел весь, от которого не ждешь. Я сильно и не старалась его выращивать, я просто разложила семена, закрыла землей, полила и все. И он вот теперь вот так пышет здоровьем. Но я его буду распикировать только тогда, когда можно будет оставлять его здесь на ночь. Потому что, как вы понимаете, такое количество, вот эту ораву, разложить по стаканчикам, представьте, какое это будет, сколько ящиков со стаканами перца. Тут очень много их, ну в каждом по 300, 300 с лишним. Это будет неимоверное количество ящиков, дома для них места нет, поэтому будут сидеть вот так в загущении они до тех пор, пока я их не буду оставлять в теплицу. Тогда буду пикировать. И хочу сказать, что если про томаты я говорила, что вот я выращиваю для тоннелей только те сорта, которые позволяют себя загущенно выращиваться, которые не вытягиваются в рассаде, то перец, он не вытягивается в рассаде весь, вот сколько я его выращиваю, он загущенно очень долго может сидеть, у меня и до 4 настоящих листьев иногда сидит. Если я дотерплю до 4 настоящих листьев, ну как придется задержаться, то я вам покажу. Это как раз та культура, которую можно выращивать загущенно, любые сорта, ну по крайней мере я выращиваю и получается неплохая рассада. Также она 4-5 листьев, когда будет, я рассаживаю в стаканчик. У них к этому времени как раз уже на стебельках образуются дополнительные такие воздушные корни, которые некоторые люди, которых не видели и думают, что они не образуются. Они так же как томаты начинают наращивать дополнительную корневую систему. И мне кажется, из-за того, что их здесь много и у них тоже как бы конкуренция, они растут здесь очень быстро и потом в стаканах они адаптируются, у них прям корневая система хорошая и получается очень крепкая, здоровая рассада перца. Все, я вам показала быстренько, как сегодня продажные перцы выглядят, а мои в кассетах завтра-послезавтра покажу. Еще хочу, про баклажаны меня спрашивают, но у баклажанов у меня тоже всего 3 листика, 3 настоящих листа, я их садила позже, сеяла. Покажу на днях, но у меня их всего 4 рядочка, потому что эта культура у меня так, ну чуть-чуть, меньше я ей занимаюсь, чем томатами, перцами. Все, до свидания. Продолжение следует...